Ношение масок – это эксперимент на людях. Без их согласия решила группа ковид-диссидентов и подала иск об отмене масочного режима. Сегодня в Верховном суде прошло заседание по этому вопросу. Исход его пока не ясен, зато мы точно знаем, как некоторые кировчане относятся к аксессуару времен пандемии. Ульяна Ездакова прогулялась по городу и готова рассказать, готовы ли кировчане к отмене масочного режима. Маски – долой! Решила группа ковид-диссидентов и направила в Верховный суд иск об отмене масочного режима. Его, кстати, рассматривают сегодня. Активисты уверены, защитные средства, которые все мы носим для безопасности, на самом деле опасны. По их мнению, длительное ношение масок приводит к кожным заболеваниям, нехватке кислорода и головным болям. И это еще не все доводы. Исцы считают, что маски, предназначенные для фильтрации воздуха от бактерий, а не вирусов, к которым как раз и относится ковид-19. В чем тогда смысл их ношения, спрашивают они. Мало того, людей без масок часто штрафуют. Это приводит к конфликтам и бесконечным судебным тяжбам между гражданами, полицией и организациями. Многим кировчанам обязательное ношение масок тоже надоело. Надоело. Мешает и дышать, и разговаривать, и все, и общение. Неудобно дышать, в очках вот особенно. У меня все запотевает, вообще не могу носить. Жарко в ней, сильно, там, вообще всякие вылазят. Так как будет привито большинство населения города Кирова, тогда уже и стоит задумываться о отмене маски. Всем она уже просто надоела. Ну, просто уже становится тепло, жарко. Ну, во-первых, еще эпидемия не окончилась, не все привились. И еще не у всех есть иммунитет к этому. Между тем, на улицах города многие прохожие носят маски. Большинство из них – пожилые. А вот молодежь, судя по открытым лицам, не спешит надевать столь специфический аксессуар. Пожалуй, самыми популярными маски оказались среди пациентов поликлиники. Ни одного входящего и выходящего из учреждения человека без защитного средства во время съемок замечено не было. Могу отметить, что здесь немало пациентов, но абсолютно все пациенты находятся в масках. Я специально не надела маску, проверить, подойдут ли ко мне и попросят ли меня надеть маску. Ко мне действительно подошли. Подошла к нашей съемочной группе и кондуктор 54-го маршрута. Маску надеть не попросила, а узнав, что снимаем, с жаром высказала свое мнение. Давно пора. Почему? Третья волна. У меня еще даже урвения было. Значит, пандемия, пандемия. Если все сделать правильно, то все будет хорошо. За отмену масочного режима голосуют и пассажиры автобуса. И приводят на их взгляд веские доводы. Приятно смотреть на улыбающееся лицо любого мужчины, женщины, девушки, детей. Чем все ходят с этими масками, испуганные, затравленные, шоковые. Нет. Люди должны сами укреплять свой иммунитет. И если ты здоровый, закаленный, то тебя никакой вирус не поймает. И к тому же маски часто люди не стирают. И наоборот, на них скапливается много грязи, много вирусов. Носят где попало в карманах, в сумках. И только хуже, мне кажется, от этого. А еще пандемия вела моду на этот специфический аксессуар. Синяя одноразовая маска. Это скучно, решили дизайнеры. И ринулись разрабатывать новые модели. И вот уже на прилавках магазинов появилось огромное разнообразие этого мастхэва современной реальности. Черные, цветные, со стразами и вышивкой. На любой вкус и кошелек. К слову, кировские любители шопинга про ношение масок в торговом центре вспоминают через одного. И только объявления в витринах магазинов напоминают. Пока без маски вход. Воспрещен. Ульяна Издакова, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.